приветствую друзья и гости канала всем огромный привет сегодня второе августа это значит вчера у нади прошло день рождения а сегодня у нас два праздника это или день и за вы даже поэтому всех вас поздравляю с этим прекрасным прекрасным днем ну и что мы с вами потихонечку поступили заключительный этап ну наверное август и на будет заключительный этап именно по отдыху потому что я думаю что скорее всего сейчас нас смотрится у нас все потихонечку на митинге которые у нас хабаровске в красноярске даже в краснодаре были да вот который сейчас образуется и я думаю что скорее всего захотят опять у нас ввести режим карантина чтобы под хорошим предлогом можно было разгонять эти всевозможные знаки протеста поэтому думаю что прям в течение пару недель мы опять станем не выездным никуда поэтому те кто хотел приехать с очередь хотел поехать в другой друг любое другое место отдохнуть я вам рекомендую поторопиться но мы с вами потихонечку давайте посмотрим что же интересного происходит нас сочи мне вот самому интересно думаю да и вам тоже будет интересно и посмотрим что же такого интересного есть новый онлайн сервис поможет спланировать отдых в сочи в общем разрабатывают чтобы вы могли там отдыхать как положено а не просто там с бутылкой водки и бутылкой пива сидеть на берегу моря ужираться я кстати вчера вечерком с надей сходили мы в ресторан и с мамой сезон называется си там ну морская зона ну и соответственно обратно мы решили прогуляться и знаете вот почему был сильно удивлен ребят я был удивлен тем что люди гуляли вчера вечером участков 9 и из 10 пьющих людей 9 человек были молодые девушки красивые которые покупали пиво притом покупали пиво не 0 5 а покупали пиво в полторашки любого литрушки оборачивались такой черный пакетиком и шли пили некоторые из них просто напросто не знаю еще и и закуривали к чему я это все говорю потому что вчера конечно лучше бы я не ходил гулять потому что ну мягко говоря как бы непонятно куда мы сейчас катимся вот с такими людьми вот говорю вот там идут мне больше нравится знаете когда когда одной рукой толкает коляску и там ребенок двухлетний может быть полтора годика и тут же идет и пьет пиво в другой руке ну конечно то женщины наши могут все могут совершенно одновременно два дела делать и так далее по большому счету как бы вчера вот это все насмотрелся и немножко стало неприятно хотя знаете что хотя это может быть я обращаю внимание другие воспринимали это как само собой разумеешься ну так бы так отсюда я могу сделать вывод что наверное почему-то мужики иногда стесняются делать те или иные проступки девушкам у нас не запускается во все тяжкие ну в общем вчера я не остался недоволен прогулкой потому что все это сильно бросалось в глаза ну вот как бы так ладно не будем про плохое давайте про хорошее давайте пока про плохое в сочи умерла пациентка от коронавируса но опять же да открыли там опять нет целая куча было хронических заболеваний поэтому еще повторюсь коронавирус как таковой никто не умирает но он как бы способствует те кто у нас есть люди с хроническими заболеваниями на обострение того или иного поэтому будьте аккуратным будьте бдительным сочи туристы штурмуют пограничный пункт соу ну в общем вчера открылась дорога у нас точнее дорога границы абхазии ну и люди все ломанулись в абхазию ну и соответственно там какие-то там очереди там не про какую там социальную дистанцию не про что даже и разговоров не может быть я свою очередь туда не рвусь и даже близко не пойду потому что если мне захочется что-то для разнообразия я лучше слетаю в ну не знаю слетаю кого-нибудь вот так бы так стас михайлов навестил родителей в сочи да да газа с михайлов у нас корнями из очень круто круто сочи после обновления вновь заработал это графический комплекс моя россия которая свою очередь находится у нас на красополяне за роза хутор самолет москва сочи стал к вернулся с топливозаправщиком в аэропорту но бывает разные секрет курьезные случаи здесь тоже бывает сочи подадут в суд на три ресторана за несоблюдение требований период карантина ну блин не знаю ну посмотрим что об суд скажет в горах сочи заработать медицинский центр не имеющих аналогов россии в общем смысл этого медицинского центра будет закрепляться в том не в том чтобы вам продать целую кучу дорогостоящих лекарств на чтобы вывести наш организм на такой уровень чтобы он сам мог побороть те или иные болезни ну я считаю это хорошо это круто житель сочи отделался тремя сутками ареста за избиение своей девушки ну вы знаете вот я сейчас насмотрелся на этих девушек всех вот на набережной да в 9 часов вечера я понял что некоторые девушки прямо выпрашивают у своих мужиков чтобы они их накумарили но я в любом случае считаю что бить девушку это нехорошо это не этично это не по-мужски и то что дали второй суток за избиение я считаю этого мало нужно сажать ну потому что блин как бы ну не хорошо это хоккейный клуб сочи уступил олимпийской сборной россии в контрольном матче что-то что говоришь мальчишка лошары но нет ребят но как бы ну уступили же они же не проиграли они просто уступили ну что вы сразу начинаете за последнее время сутки за последние сутки точнее в сочи выявлено 16 новых случаев заражением коронавирусом туристы атакуют заброшенный грязевой источник и они внушили себе что они смогут там омолодиться ну знаете как это бывает где полторашки пива выпиваешь и сразу в грязь ну на самом деле это мифа в сочи у вас без водителя съехал в кувейт один человек погиб и двое пострадали в общем оставили уазик у нас доля бочина в горах ну и соответственно поставили ручник но ручник и уазик это не знаете это знаете это те вещи которые они мягко говоря друг другом как-то не совсем гармонирует и я знаю что такое ручник на советских автомобилях это это его отсутствие это надо всегда ставить скорость так далее но в итоге машина съехала и один из тех людей который спал в уазике погиб соболезную сочи прогнозирует смерчи смерчем дождь и грозу ну ребят эти у нас все новости но реально все новости но тебе дать бонусом тоже некоторые новости которые не относятся к сочи но так хочется про них сказать хотя нет относится в общем в общем что там у нас давайте в сентябре состоится по-настоящему историческое ребята событие я понимаю что большинство моих телезрителей не знает кто такое майк тайсон не знает такой рой джонс младший но для меня это те два боксера на которых я вырос и у них состоится бой состоится бой в сентябре да это два пенсионера да это два так скажем уже так скажем два таких скажем те люди которые действительно являются легендами мирового бокса это я могу сказать это мухаммед али тайсон и рой джонс младше это действительно три легенды больше пока да к нему никто присоединиться не может четвертого нет от слова совсем нет четвертого это три легенды и из них две легенды будут биться в сентябре и знаете это тот случай для первый раз жизни я даже не знаю за кого болеть потому что мне и тайсон нравится и рой джонс нравится как спортсмены вот именно как спортсмена как человек мне нравится больше рой джонс объясню почему потому что тайсон то то травку покуривает то еще что-нибудь то там разгульный образ жизни ведет мне как бы такой как бы нет как спортсмен он вот такой а вот например как вот с точки зрения если братья человеческие качества то конечно рой джонс для меня номер один ну сто процентов вот реально номер один но и тем более рой джонс давайте не будем забывать что это все-таки наш русский наш русский чувак русский с российским гражданством поэтому наверное немножечко больше буду болеть за рой джонса но этот бой это единственный бой наверное вот единственный бой за последние пять лет который действительно я жду и который хочется посмотреть никакие там всякие конор макгрегор хай с хабибом никакие там все дуэй александр емильянко там смоил все-таки пускай даже это старики да вот рой джонс младше и тайсон но я думаю это будет очень хорошее зрелище это будет хороший бой и пускай даже он будет вялый пускай он будет такой динамичный но это две легенды кто бы что не говорил поэтому скоро состоится бой а вы напишите в комментариях а вы все-таки кому больше бы отдавали свой голос да например рой джонс или тайсон как вы думаете кто все-таки возьмет и вы выиграет и победит рой джонс младший либо все-таки майк тайсон ну да ладно сегодня посмотрел видеоролик я вчера говорил вам про то что один из попутчиков бабла кара высадил женщина с детьми за что они пели песни за то что они дети до ели чипсы и тому подобное соответственно с геленджика проехали в сочи и он высадил их в районе сейчас скажу он их вывез высадил в районе лазаревского но в принципе нормально станет такой прилично приехать проехали до лазаревского принципе приличное расстояние ну и соответственно посмотрел видеоролик от лица мамаши ну я понял что она реально не адекват я наверно тоже бы ее высадил бы ну сто процентов я высадил бы как бы по-другому не дано ну и теперь давайте все таки определимся дать еще расскажу да понимаю что не все будут довольны этими словами бла-бла карда это у нас попутчики это не такси это попутчики это первое второе как бы водитель вас берет собой вы как бы и знаете как бы вы находитесь в тот момент в гостях и по сути водитель он не является вашим личным водителем или не является там не за это человеком который выполняет те или иные услуги нет не путайте с такси поэтому когда вы садитесь в машину благо кар вы должны четко понимать что вы не будете себя так вольготно и ну-ка хамски себя вести как вы ведете себя часто такси поэтому имейте это ввиду это первое второе вот каким нужно быть идиотом каким нужно быть дебилом законченным чтобы ехать с геленджика в сочи и сесть в машину с рулем в заднице вот я обращаюсь вот к вам вот мамаша вот вот вы когда увидели машину что у нее руль не с той стороны что руль в заднице ну точнее бардачке вы вообще зачем садились в эту машину вы что не знаете что все люди с правым рулем которые передвигаются сейчас особенно по сути они так все агрессивно не так же с жизнью обижены тут с левым рулем по серпантину невозможно ехать а это с правым рулем тем более на старом убогом ведре реально вся побитая посмотрел эту машину там примерно там примерно там примерно видно что он такой такой боевой то товарищ и опять же как вы можете садиться здесь с человеком который мало того что вот непонятных номерах еще и с непонятного региона ну точнее с полито позанятого региона это алтарский край 122 регион ну ребят я например как бы ну на за правую руль когда даже свое время в ворске приезжал такси с правым рулем или еще что я не садился потому что я знаю что 99 процентов на правом руле у нас передвигается неадекваты но это сто процентов это обиженность жизнью который там это и ехать действительно с таким авто ну с таким водителем такого автомобиля очень опасно поэтому когда вы сами там потом жалуетесь ну как бы надо думать наверно наперед посмотреть себе вот но на самолет вы решили полететь самолет раз и без крыльев а пульта не знаю там без крыльев и без крыльев даже не нормально здесь тоже самое потому что я посмотрел статистику даже по сочи я передвигаюсь и я вижу когда например у кого кому-то уступает дорогу если кто-то находится на правом рулем да еще на какой-нибудь тойоте креста или находится там на какой-нибудь там там каком это короче филдере там времен там 60-х ну не 60 конечно времен 90-х тайника жизнь не по не пропустит ничего потому что не так жизнью обижены что им приходится ездить не знаю там на неполноценном автомобиле в прямом смысле этого слова а вы еще там со своими детьми начинаете чипсы жрать и песни петь представляете какой удар двойной мало того что он едет с правым рулем на старом автомобиле с по сложной дороге но и самый сложный дорог геленджик сочи это самая сложная дорога у нас в россии вот с такими поворотами все еще и с рулем бардачке представляете с рулем бардачке как я посмотрел по суде потому что окна были открыты скорее всего там даже еще и кондиционер не работал а если работал просто-напросто нас эти автомобили они просто по серпантину не вытягивали просто не едет поэтому большинство владельцев или владельцев японских автомобилей они на серпантине отпускают стеклышки и и так потому что мощи не хватает просто заехать в горку или съехать в горке тем более с машиной груженую ну и конечно все эти факторы дают то что как бы ну как бы свою очередь а водитель может там я не защищаю водителя водитель сам тоже виноват его всем подписался вести мамашу двумя детьми он должен понимать я например вот как бы вот я вот раньше не понимал да когда просто-напросто люди как бы водители когда да я руководил суд такси когда они отказывались ну как брать если в комментариях написано ребенок они отказывались за любые деньги брать детей да вот например я не понимал пока я сам не сел за руль и не попробовал проверить что это и как потому что сейчас наше современное время почему-то большинство мам считает так что они родили ребенка и на этом все их миссии выполнено никаким воспитанием чем они не занимаются и у меня не такой большой опыт там так сильно может быть я сделал заказов за всю жизнь может заказов 300 сделал не больше 300 но у меня тоже даже эти 300 поездок у меня сформировалась определенная точка зрения видимость на как бы вот на все эти ситуации за бы так ребята поэтому еще раз повторюсь не буду судить кто прав кто виноват либо водитель такси либо локар виноват либо не прав либо женщина но судя по видеоролику как там орал и там подобное ну что могу сказать наверное наверное ну-ка наверное здесь оба виноваты один за то что взял другой за то что непонятно как не могла там свои детей проконтролирую чтобы они нормально себя вели вот как бы так еще раз повторюсь хочется хорошо и комфортно доехать если он пошло уберите такси выйдет вам это поездкам наверное тысяч семь а так вы там заплатили две тысячи рублей ну и считайте что вы царь и боги ну как бы так ладно ребят всем добра всем пока и всем спасибо за просмотр сегодня 2 августа ребят вас всех с праздником и что сейчас я быстренько поработаю немножко тоже отдохну пока